Да, слушаю вас. Здравствуйте, это милиция. Здравствуйте, да, милиция, я сказал, время первое дело. А я просто не услышал. А у нас на улице русские оккупанты. Вы можете приехать, что-то сделать с этим? Да, на какой улице? Улица Ленина, 21? Да, да. Так что, кто вас там беспокоит? Ну там солдаты, шевроны российской армии. То есть они ходят, пьяные, пристают с прохожим. Я просто не понимаю, что здесь русские войска делают. А с чего вы взяли, что это русские войска? Ну там шеврон, написано «Армия России». Ну я читать-то умею. Я понимаю, но так это ж не говорит о том, что этот шеврон может любой нашить. Так и немецкий оккупант, и африканский. Правильно? Вы что же можете себе нашить? Ну, шеврон. Так понятно. И все скажут, что вы российский. Что месяц от рождения вашего? А можно я не буду разглашать такую информацию? Это личная информация, мне бы не хотелось. Место пожелания. Ну если вы заявляете какую-то информацию, вы понимаете, что вы должны приехать, принять от вас заявление, опросить вас, проверить эту информацию. Если это все подтверждается, будем разбираться. Если не подтверждается, то за анонимный звонок мы можем так же самое выписать штраф. А можете меня расстрелять за анонимный звонок? Мы не суд, мы не имеем права про стрелять и все остальное. Скажите, а у нас суд вообще... Где вы проживаете? Я же сказал, вы записали. Скажите, а суд у нас есть или у нас сейчас беспредел бандитский? Ну это вы можете обратиться, я не знаю, делать суд раньше был, пойти узнать, работает все это или нет на Катубинского. Так может мне прям... Это на Ленина, муж, ты рядом. Я понял, я просто во все организации... Может мне Путину сразу лучше звонить, а то от вас ничего не добьешься. Я вот как ни позвоню, вы все какие-то отмазки ищите. Позвоните. Позвоните Путину, я же откуда... Ваших полах. Я понял. То есть, а российские оккупанты будут ходить по нашей земле, то есть пьяные, беспредельничать, а вы будете сидеть и там у себя чай пить. Спасибо.